Спасибо большое, уважаемая Валентина Ивановна. Уважаемые коллеги, позвольте в первую очередь поздравить глав и членов делегаций, всех участников юбилейного заседания Совета Межпарламентской Ассамблеи государств, участников Содружества Независимых Государств с 30-летней годовщиной образования нашей Ассамблеи. Выражаю искреннюю признательность Сенату Парламента Республики Казахстан в лице уважаемого Маулина Сагатхановича за радушный прием и гостеприимство, а также прекрасную организацию сегодняшнего юбилейного заседания МПА СНГ. Как отметил президент Узбекистана в своем приветственном слове, проведение заседания Совета Ассамблеи в Алматы является знаковым для всех нас событием. Это тем, что соглашение о создании Межпарламентской Ассамблеи было подписано в 1992 году именно в этом прекрасном городе. За небольшой промежуток времени Ассамблея превратилась в действенный и востребованный механизм взаимодействия парламентариев на обширном пространстве СНГ и заняла свое достойное место в системе мирового парламентаризма. Видим в этом особую роль и значительный вклад уважаемой Матвиенко Валентины Ивановны, уважаемые главы и члены парламентских делегаций. В последние годы Узбекистан под руководством президента Шавката Миромановича Мерзиёева в рамках провозглашенной стратегии развития Узбекистана успешно проводит активный курс социально-экономических реформ, а также прагматичную и нацеленную на практические результаты внешнюю политику на региональном и глобальном уровнях, развивает взаимовыгодные отношения с зарубежными партнерами. Наша страна также придает важное значение сохранению позитивной динамики в рамках своего участия в деятельности Содружества независимых государств. Продолжение следует... Сегодня мы можем констатировать, что Узбекистан, возобновив свою деятельность в МПА в 2018 году, стал не только активным участником большой парламентской семьи, но и вносит достойный вклад в имплементацию достигнутых в рамках СНГ договоренностей. Безусловно, использование огромного потенциала Ассамблеи, объединение наших усилий, а также дальнейшее укрепление взаимного доверия и сотрудничества помогут нам найти оптимальные пути в решении стоящих перед нами общих вызовов. Мы твердо привержены продолжению конструктивного диалога и тесного взаимодействия со всеми партнерами по МПА СНГ в целях достижения конкретных реальных результатов сотрудничества на благо наших дружественных народов. На сегодняшний день 11 парламентариев Оли Мажлиса Республики Узбекистан являются членами постоянных комиссий Межпарламентской Ассамблеи и принимают активное участие в их работе. Узбекские сенаторы и депутаты регулярно принимают участие в мониторинговых миссиях от НПА СНГ за парламентскими и президентскими выборами на пространстве нашего Содружества. Модельные законы Межпарламентской Ассамблеи находят также свое воплощение в законодательных актах Республики Узбекистан. В частности, только за последние годы ряд норм модельных законов о медиации, о туризме, о меценатстве, о науке и научной деятельности, о донорстве органов и другие нашли законодательное отражение при подготовке соответствующих актов Узбекистана. В настоящее время совместно с секретариатом мы ведем тщательную подготовку к проведению на самом высоком организационном уровне заседаний Совета МПА СНГ и Ассамблей, а также заседания Молодежной Межпарламентской Ассамблеи СНГ осенью текущего года в Узбекистане. Я уверена, что эти мероприятия послужат еще большему укреплению межпарламентских связей и формированию перспективного плана совместных наших действий. Сегодня мы видим востребованность налаживания обмена опытом между парламентами государств-участников Ассамблей по выполнению международных обязательств в рамках ведущих международных структур. Со своей стороны Узбекистан готов поделиться опытом в осуществлении эффективного парламентского контроля по различным направлениям, в частности, по надлежащему обеспечению достойных условий труда. В этой связи мне доставляет огромное удовольствие сообщить вам, что благодаря успешной синергии парламента, правительства, гражданского общества и международных партнеров, Узбекистан добился искоренения систематического принудительного и детского труда, а также отмены многолетнего бойкота на свой хлопок и текстильную продукцию. Уважаемые коллеги, как вам известно, 8-9 сентября текущего года в Ташкенте состоится 14-й саммит женщин-спикеров парламентов мира. Мы придаем важные значения его проведению на самом высоком уровне. Убеждена, что активное участие делегаций государств-участников МПА позволит еще более обогатить содержательную часть этого действительно значимого мероприятия, которое посвящено укреплению роли женщин-парламентариев в государственном управлении. Уважаемые участники заседания, по итогам сегодняшнего мероприятия мы принимаем совместные заявления, которые наряду с перечислением достигнутых с момента создания МПА результатов, также определяют дальнейший курс деятельности Ассамблеи, о чем уже сказала уважаемая Валентина Ивановна. От имени Али Мачлиса Республики Узбекистан я еще раз хочу вас заверить о нашей твердой приверженности целям взаимовыгодного сотрудничества государств-участников СНГ на основе соблюдения принципов международного права. Мы и далее намерены продолжить курс на сближение национальных законодательств, правовое обеспечение борьбы с угрозами безопасности, содействие развитию демократии и парламентаризма, поддержка гуманитарного взаимодействия, продвижение интеграционных процессов, укрепление сотрудничества с международными партнерскими организациями. В качестве национального вклада нашей страны в празднование 30-летнего юбилея Ассамблеи узбекская сторона выражает готовность осуществить реновацию одного из залов Таврического дворца с тематическим его оформлением. Кроме того, предлагаем своим коллегам приступить к совместной работе по формированию пакета материалов и выработке итогового документа предстоящего заседания Совета и пленарного заседания МПА СНГ в ноябре текущего года в городе Ташкенте. Уважаемые друзья, мы убеждены, что высказанные сегодня конструктивные предложения и принимаемые решения позволят дальнейшему развитию многопланового сотрудничества на пространстве СНГ и достичь новых целей в приоритетных направлениях. Желаю всем нам успешного проведения юбилейных мероприятий в этом году. Ждем вас всех осенью в Узбекистане. Благодарю за внимание. Субтитры создавал DimaTorzok